Это все могло бы быть со мной. Я считаю чудом, что живу, тезка мой, по имени и сердцу, на чужой земле погиб в бою. Песню о войне Тольяттинец Юрий Лившиц написал, вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого, особенно его патриотическими стихами. Поклонник актера Стаганки – постоянный участник концертов, посвященных памяти Высоцкого, которые по традиции проходят в день его ухода из жизни 25 июля. Юрий Лившиц уверен в песнях и стихах метра – душевные и эмоциональные переживания человека. Владимир Семенович Высоцкий – это явление такое. О нем лучше не говорить. С ним живешь, чувствуешь, он в тебе, его уважаешь. Если можешь петь не подражая, это очень здорово. Если не можешь, то лучше вообще не петь. Вот и все. А так это явление, с которым встречающийся любой в любом качестве становится богаче, умнее, мудрее, чистнее, чище. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Молодежи тоже близок Владимир Высоцкий. Сергей Ваякин поет не только его песни, пишет свои. В альбоме их уже около двух десятков. Но на концерте Высоцкого решил исполнить именно патриотические композиции. Владимир Семенович неспроста называют совестью русского народа. Для меня Высоцкий тоже, можно сказать, является духовным отцом. Я на гитаре научился играть из-за того, что услышал эти песни. Дворовый романс, да, или шуточные песни, спортивные. Стихи очень хорошие, и в каждой можно найти что-то для себя. Седьмой городской фестиваль «Волга песни слышала» проходит по традиции в День памяти Владимира Высоцкого. Каждый год тема концерта меняется, ведь творчество автора было довольно разносторонним. Они удивительным образом подходят к сегодняшней ситуации. Это написано было не вчера, не сегодня, а 50 лет назад. Я думаю, что в этом есть особая драматургия, в этих песнях. Это же не песня «Ура, мы победили», а это песня о человеческих характерах, о том, как бывает трудно войне, о потерях. Ну, одним словом, надо слушать песни Высоцкого. На концерте прозвучали как известные песни Высоцкого о войне, так и нерастиражированные ранее на грампластинках. Музыканты исполняли песни Владимира Семеновича. Спустя 42 года самарские барды подарили этим композициям вторую жизнь. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Максим Гусев, Сабытия.